Пробои 16 сентября в Головкин Альварес. Как думаете, действительно ли, а Альварес избегал ли он Головкина все это время? Поначалу да, потому что он был мелковат тогда еще для Головкина. Мелковат чисто физически я имею ввиду. Он был молод тогда, еще не набирал той мужицкой мощи, которая сейчас у него. Сейчас он уже соответствует в этом плане и опыт у него появился гораздо больше. И поэтому он уже является серьезным соперником и он уже понимает, что у него есть шансы в противостоянии с Головкиным. Тогда он понимал, что ему будет тяжело. Он в 69 выступал, а то и меньше. Он опускался и поднимался в 72 с половиной. Помните, тогда же предлагалось промежуточный вес и прочие вещи. Все эти предложения тогда делались только для того, чтобы избежать этого боя искусственно. А сейчас нет, сейчас все готово. А возможно ли то, что согласие Альвареса было вызвано тем, что Головкин не слишком уведительно выглядел в последнем поединке? Нет, ну фактически последний поединок это само собой. Да, я имею ввиду, да. Но ведь согласие уже было другое, фактически. Поэтому бой с Джейкобсом, может он ему что-то добавил в плане подготовки, но не этот бой повлиял на то, что они согласились на 16 сентября. А у вас создавалось ли какое-нибудь ощущение, смотря бои Головкина, что он умышленно пропускает удары? Он не умышленно пропускает удары, у него такой стиль, он хорошо держит удар. Это вы вот пеняли еще давно. Да вспомните его олимпийский финал с Гайдарбековым, когда он проиграл. У него серебро, у Гайдарбекова золото. Там ведь считают как раз пропущенные удары, понимаете, не силовые удары, а пропущенные. И там Гайдарбек его чуть-чуть перестучал, как говорят в любительском боксе. Вот и все. У Геннадия такой стиль, это зрелищный стиль. И потом он, даже пропуская удар, вот вы видели с Джекобсом, да, он-то в тяжелом положении не находился. У него не было такого вот состояния гроги какого-то мимолетного, у него ноги не останавливались. Ничего такого не было, но он пропускал удары, да. Джекобс большой, сильный боксер, но все равно сумел же он его переиграть. И, в общем-то, победа там однозначная. Не знаю, почему говорили там некоторые, что нет. Джекобс выглядел лучше. В какие-то моменты он выглядел лучше. Но бой-то выиграл Головкина, это без сомнения. А самый ожидаемый для вас результат и предстоящего боя Головкина и Альвареса какой? Ну, я, конечно, всеми силами буду болеть за Геннадия. Это мой любимец вообще. Замечательный боксер, спортсмен-человек замечательный. Все-таки, думаю, что где-то соотношение 55 на 45, может быть, вот так вот. Почему вы видите шансы Альвареса? Какие у него сильные стороны? Многие говорили, что он не сталкивался с таким мощным соперником Головкин. Да, безусловно. Это, наверное, будет основное. У него опыта нет боксирования с такими большими и физическими ударами, как у Гены. не было у него такого. Если Геннадий начнет попадать в первой половине боя, если он начнет попадать по корпусу, Альварес тоже может попадать, конечно. Мы знаем, как Головкин держит удары, но мы еще не видели, насколько готов Альварес держать действительно сильные, мощные удары. Что с ним будет. И потом, насколько... Вот вспомните бой Альвареса с Майвезером. Казалось бы, тогда говорили, что это действительно конкурентное противостояние и бой непредсказуем во многом. А Альварес вышел и выглядел как ребенок в том бою. Но там он сломался морально, мне кажется, до боя. Он не смог преодолеть. Еще, казалось, тогда был недостаток опыта. И что-то еще юношеское было в его характере. Сейчас он возмужал. Он уже стал мужиком. Он заматерял. Ну и вот, что он сможет показать в плане техники, мне кажется. Конечно, преимущество Уголовкина будет. В плане техники и в том, как Гена может лишать пространства боксера в ринге. Резать углы, ограничивать его в передвижениях. Здесь тоже, мне кажется, у Гены больше возможностей и плюсы есть. Ну, посмотрим. Во всяком случае, будет очень интересно. Я говорю, где-то 55 на 45. На сегодняшний день я бы так дал пользу Головкину. В этом месте у него много удовлетворούs, скоро я вверх. Продолжение следует...